И тогда Нарада говорил о том, что я слышал о том, какое служение вы оказываете Раме. Я слышал, что все предослужения, когда Рамы Хануман занимается из девяти лет Евангелия Датни, он является самым главным в этом служении, он является образец служения. Когда мы говорим о взаимоотношениях между Господом и взаимоотношениях с Ним как Господиной Слуги, то именно, например, Стариум Ханумана, он образец этого. Но, если мы говорим о том, что в этом случае с Ним как Господом и взаимоотношениях, то есть с Ним как Господом и взаимоотношениях, то есть с Ним как Господом и Вангелия Датни. Хануман даже работает как возничья визиана для Господы Рама, когда когда кому-то куда-то нужно лететь, то он просто-напросто садится на плечи, с одной стороны, он садится ему Рама, с другой Лакшма, Так как нумаский Лакшма говорит для Господом, что от него мастер визиальный мать Его не chancesна. Да, я сейчас прощаюсь, добро пугать. Следовательно, это Бhabaелия, здравоох 색�onge possa понять, что это происходит, как Он думает. Он будет с diversой силы на П headlights на П derrière, но не сметка вооружен animals. Она же 옆еда считается всё interesting. Валерина cuerder, позacle в детстве. У Ганумана есть одна из особенностей, у него есть вишваз, вишваз это означает доверительное отношение, он полностью верил в себя Господу нам, он полностью доверяет ему, это некоторая часть уже дружеских взаимоотношений с Господу нам. Но что, из-за того, что его внушить, это обычные вущества, это обычные внушки, визущества совмещения внушивших взаимоотношений с Господом. Он поднимает очень искусственную его хвост, что-то как-то он не конкурит. Если хвост вам, то это было удобно. Суханаллан, у него все паразиналии, все в его теле есть. Когда омахивать раму нужно, когда очень жаско, он тоже сделает хвостов. А также в иссаде медицин. В коем- anthem в suficiente trains, что-то скажет, это очень страшно. Это очень страшно. Это очень страшно. Это чувство". В это время, если он бесплатно друзей, то, что он говорит, он też указан на плахе. Он говорит о нем до том, что он бесплатно, И когда Смегнац на сражение выпустил свое сильнейшее оружие, и давитое оружие, ему не было равных, оно ранило Лакшмана. И Лакшман должен был умереть. Ему оставалось жить только одну ночь. Только трава, которая находится на Гималаеве, могла спасать ему жизнь. Кто мог выполнить такое, сделать такой подвиг? Кто мог принести за эту ночь и лекаря в Ташириланке, и еще и сетать до Гималаев, принести целую гору с этой лекарственной травой? Если бы кто-то расстраиваться, то многими делами. Кому мог бы сделать это сделать, и он, и герои, что здесь делал это? Субтитры создавал DimaTorzok У меня главное надо переглиниться, значит, подожди. Чуть-чуть, так. Чуть-чуть не надо. Да вон мне тут транспорт. А? Я вон мне тут транспорт. Души, кайма. Парфаночки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Но есть одно условие, чтобы прослушать Тримад Багвата, его нужно слушать в особом месте, которое называется Амарна. Пойдем туда. И тогда Шива и Багвате отправились туда, чтобы слушать о Боге и на что не отрекаясь. Багвата, сейчас я расскажу тебе Тримад Багвата, но ты должна меня очень внимательно видеть. И каждый раз после моего рассказа ты должна говорить, что слушаешь меня, иначе я прерву свою медитацию и после меня продолжу рассказать. Шива вошел в страну, но в начале Багвата идет объяснение технических законов мировоззания, возникновения мироздания, и обычно женщины, кажется, им это кажется очень скучным, и они засыпают. В этом мире очень редкая возможность обрести человеческое тело, и тот, кто ее не использует, тратит свое время в пустую. О, Парвате, ты слушаешь, что я тебе говорю? Махат в Силанатри нам, грехи нам, дина Чадастан. Святые люди путешествуют от дома к дому, чтобы даровать им наибысшее благо. О, Парвате, ты слушаешь, что я тебе говорю? Да, я тебя слушаю, проговорю. Господь вложил первое теоретическое знание, первое живое существо в Брамоте. О, Парвате, ты слушаешь, что я тебе говорю? Да, это интересно, что я знаю. Но Шила был настолько погружен в объяснение Багаватам, что не заметил, как Парвате заснуло. Когда Шила прочитал лить Багавата, и стал прославлять Гуру и Вашнава. Канчакал Багаватам, и Парвате проснулось. Парвате, как ты могла пропустить? Я тебе рассказывал, а ты говорила, продолжай, продолжай. Или это сделал кто-то другой? Шила посмотрел наверх и увидел попугая, который сидел на ветке. Эта птица послушала весь Римак Багаватам. Об этом мне внушли, что было говорить. Я убил ее. Я убью тебя. Я принадлежу тебя в чутенку на мозгах. Я убью тебя. Ему нужно раздуматься. Встретив человека неоперного и делого разумного, ему нужно раздражать. А встретив человека раздражать, не нужно дружить. Тот, кто не следует этому правилу, освобождается, как слегка умер, хотя он не принял. И как только Вертика захотела задать вопрос, попугай влетел ей в рот! Я убью эту птицу! Я убью эту птицу! Где она? Он милакан. Зачем ты это хочешь делать? Это же птица прослушала весь, прямая, голота! Какой результат от прослушивания, мой парень? Ой, я садел! Ну, бессмертие, конечно! Ты как птица милакан. А как же ты, давай, не бьёшься, а он в полоски, а он в полоски, а он в полоски. И Шива задумался. Как же эта птица могла в течении семи дней слушать свима от Багава там? Это не обычная птица. Ведь для этого нужно особое сукрести. Нет, ну это же просто попугай, который слушал. Хотя нет, он вдохновлял меня продолжать рассказывать. Это не обычная птица. Шанкара погрузился в медитацию и увидел, что это за попугай. Это любимый попугайчик шлемастера в Харане. Она сажает его на ладошку и кормит гранатами зерны. Она учит его в глазках говорить о грибе сирене. Супер! 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 И этот самый попугай потом стал Шамрадырой Госвами, великимый рассказчиком Шлема Бхагаватам. И в нашем сердце есть особые узлы, материальные желания, которые привязывают нас к этому материальному миру. И слушание Шлема Бхагаватам позволяет развязывать эти узлы один за другим. Шлема Бхагаватам. Наше шли подробно как виски в лады, что может каплятно ворваться в любой вид. Шлема Бхагаватам. 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 Свет твоя, поверь мне, целый свет всегда Не теряй, но дай шума, дай я не стесняй Света, 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 света Свет твоя, поверь мне, целый свет Свет твоя, поверь мне, целый свет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok